Первые семь дней после Пасхи – единственная неделя в году, когда прихожане могут подняться на колокольню и попробовать себя в роли звонаря. Ударить в колокол можно и в Междуреченске. Как говорят православные, так можно возвестить миру о светлом празднике – Христовом Воскресении. Звон колоколов в храме – обычно дело рук звонаря. Но сегодня Татьяна Ковалевская и Антонина Галимова поднимаются на колокольню. На Светлой Седмице для каждого желающего двери открыты. Горожане готовы бороться со страхом высоты и преодолевать десятки крутых ступеней. Сначала маленьким позвонком, а потом большим колоколом. Я не первый раз звоню уже на колокольню. Радость такая появляется сразу после зона. Я впервые. Я еще никогда не была и не звонила. Знаю, даже вот как-то легко, легко и радостно. Хочется улыбаться. Голос, звук колокола церковного в древности называли голосом Бога-христиан. Действительно это так, потому что колокол всегда созывает верных на молитву в церковь. Но в Пасхальную Седмицу особый период, когда к молитве созывает, наверное, каждый верующий. Каждый христианин, верующий в воскресение Христово. Христос воскресе, воистину воскрес наш Господь. И приглашаю вас, Светлая Седмица, еще будет длиться два дня. Приходите, у кого есть возможность, позвонить в наши колокола. На Светлой Седмицу каждый желающий может позвонить в колокола. Особых навыков не надо. Главное желание – оповестить мир о том, что Христос воскрес. Дарья Гречанникова, Игорь Ковалев. Новости мой Междуреченск.